Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 32 года и родственники моей мамы и брат ведут себя, будто я их собственность. Это касается денег. По причине здоровья я не работаю и получаю 22 тысячи, из которых брат берет какую-то сумму и откладывает. При этом он мне говорит, чтобы я ничего лишнего не покупал. А мне всего хочется, он так и заявил, что после дня рождения, 14 марта, я сходила в кафе с подругами и больше никуда не в театр не вкинул. Он у меня домосед и работает на дому. В последнее время он очень строго ко мне относится, в особенности на что я отращу деньги. Я люблю в кофейне покупать кофе, и так сложились обстоятельства, что в марте он отобрал у меня все деньги. Эмоций было много на то, что я купил и не поиск с мамой вкуса одежду. То есть я с ними не посоветовалась. И теперь мне сложно с ними объясниться. Сам по себе он человек тяжелый, я вообще поступил как настоящий тиран. Идти мне некуда, я еще не обустроила свою жизнь. И ему некуда, потому что не хочет жениться. Мама к нам относится хорошо, но брат считает правильным, когда он так со мной обращается. Помогите, пожалуйста, советам, как наладить отношения в семье. А заранее спасибо. Ну, а здесь что хочется сказать. Во-первых, советов психологи не дают. Поэтому советовать вам здесь именно. Советовать, наверное, не имеет никакого практического смысла. Вот. Советов мне не дают. Это важно понимать. Второе, что важно понимать, это то, что налаживание отношений в семье Это, ну, между людьми, точнее, даже не в семье, а между людьми. Это процесс взаимный. И этот процесс, процесс налаживания отношений, Возможен, когда обоим сторонам это выгодно. Именно, что обоим сторонам. Вот. В вашем случае, как мне показалось, и как, в принципе, вы Сами об этом довольно-таки, на мой взгляд, Откровенно говорите. Вот. Что никому не выгодно Налаживая с вами отношения, ни у кого нет мотивации это делать. Вы уж простите. Но в данном случае, это правда. Мне показалось, исходя из вашего Рассказано, что вы Да, вроде бы Против Того, как вам относятся. Вроде бы Вроде бы вы против Того, как Вот Себя с вами ведет брат. Но Мне почему-то Показалось, что вы его Поддерживаете. Вот Я не могу точно сказать, почему мне так Показалось, да, но мне так Показалось. Мне показалось, что вы Как-то не уверены в Себе, да, и хотите Вот Наладить отношения с семьей, чтобы вам было хорошо. Вот Идея в том, что Пока вы будете двигаться в таком направлении Направлении Наладивания отношений Вот Ничего хорошего Не получится Потому что Ну, люди всегда будут Видеть, что вы В общем и целом От них достаточно Достаточно зависимы Вот То есть эта зависимость Она в этом смысле Будет, ну, чувствоваться Будет ощущаться Ощущаться И ощущаться будет Довольно сильно Ощущаться будет До тех пор Пока вы Сами будете ставить Как бы Их Я имею ввиду Своих близких Выше себя То есть Ну, например Да, вот Яркий пример Который Можно В принципе Провести Это Пример Того Что Вы Пытаетесь С кем-то Объяснить Вот То есть Как бы Ну, вот Вы Пытаетесь Объяснить Вы Скажите Что Вот Очень Сложно Объяснить Теперь И У меня Вопрос К вам Возник Как В Как В связи В этом Зачем Ну Объяснять Объяснять На мой взгляд Сейчас Ситуация Складывается Складывается Так Что Вам Отзеркало Ваше Собственное Отношение К Самой Себе Которое В свою Очередь Появилось В результате Того Как Вам Относились Другие Вот То есть Я В принципе Понимаю Эм Ну Почему Вы Так К себе Относитесь Я понимаю Почему Вы Так Себя Воспринимаете Но Важно Понимать Что Ответственность За то Как В экспертность Полностью Лежит на вас Это Очень Важно Понимать Очень Важно Понимать Этот момент Вот И Важно Понимать Что Дело Не Ваших Радных По По Крайней мере Вот В таком Я бы сказал Узком В Узком Узком В Узком Восприятии А Дело В Вас То есть Дело В том Как Вы Сами К Себе Относить Как Вы Как Вы Сами Себя Воспринимаете И Вот Это Очень Важный Аспект Потому Что Вы Сами В принципе Говорите о том Что Вот Я Там Не работаю Я Не обустраиваюсь Вот Ну то есть Не реализуюсь Вот Эм Этим И пользуются Ваши Близкие Вот Нужны А Может быть У Вас Такое Восприятие Себя Именно В силу Того Что Вам Так Относится Но Суть В том Что Себя Вы Обесцениваете Не Чувствуете Своих Личных Границ И Конечно Ж Боитесь Ну Боитесь Наверное Что У вас ничего не получится Или Боитесь Совсем Вот А Потребности Которые Вы Подавляете В результате Этого Они Дают о себе знать Ну При чем Дают о себе знать ну Достаточно Неожиданно В какой-то степени Спонтанно И В общем и целом Вам Из-за этого Приходится До нелегко. Что, как бы, вполне логично, на мой взгляд. Вот. Соответственно, мы не можем на данный момент знать чего-то о вашей семье, о ваших родных такого, чего не знаете вы, чтобы, соответственно, думать, что на данный момент мы лучше разбираемся в ваших отношениях, чем вы. Вот. Но мы можем помочь вам разобраться в себе, структурировать ваши потребности, привести их в определенный иерархический, как бы, такой порядок, пазл. Вот. И поработать с вашей самооценкой страхами, если они есть. Необходимо понимать, что никто не, как бы, ждет, что вы внедапно будете, там, что-то делать, да, и что вы внедапно будете думать о себе и так далее. Но. Вы привязаны к своим близким. На это указывает то, что вы пишете, он у меня. А, т.е. мой брат у меня. Вот вы пишете, он, он у меня домосед. Вот, Мария, обратите внимание. Да? Почему вы именно так написали? Это, как правило, является крайне важным проявлением зависимости. Вот. Т.е. я завишу эмоционально от того, кто рядом со мной. Да, определиться с вашими жизненными целями основными. Потому что на данный момент, опять же, как бы, они не ясны. Вот. Определиться с вашими возможностями. То есть, вот, вы говорите, по причине здоровья я не работаю. Вот. Ну, тем не менее, вы можете, там, сходить с подругой в кафе. Вот. Соответственно, какие-то возможности у вас есть. И если вы хотите быть независимым, то необходимо сепарироваться. Вот. Опять же, цель, как бы, у вас какая стоит перед психологами? Непонятно. Наладить отношения в семье в данном случае, значит, быть максимально удобной для окружающих. Ну, для тех, с кем вы живете. Быть максимально удобной такой, какой они вас хотят видеть. А не такой, какая вы. Поэтому выстраивание личной границы продвижения своих интересов будет сопряжено с конфликтом. Вот. На конфликты имеет смысл реагировать правильно. То есть, учиться поведению в конфликтах адекватного. Вот. И снова и снова стоять на своем. У меня же, опять же, повторюсь, сложилось такое впечатление, что вы хотите просто вот, чтобы, ну, как сказать, чтобы брат вел себя хорошо. Вот. Чтобы он вам все позволял, а вы, значит, сами тоже, чтобы делали то, что хотите. Вот. В данном случае, когда ситуация сложилась так, что ваш брат с вами не считается, то задайте себе вопрос, а, как бы, ну, зачем, зачем ему с вами считаться? Вот. Вот. И что могло бы, грубо говоря, послужить основанием для того, чтобы он начал считаться? То есть, как бы вы могли его замотивировать это делать? Вот. На это я бы обратил ваше внимание. То есть, довольно расплывчато получается у вас описанная история. С одной стороны, вы описываете притеснение, принижение, обесценивание, вот, контроль, о чем вы говорите. Вот вы называете брата тираном. Но если ваш брат тиран, то вы жертва. И ваша ответственность тоже присутствует в том, что происходит. Ваш брат ведет себя с вами как тиран, потому что вы жертва, следуя, так скажем, закону отношений. Вот. И вам необходимо выходить из позиции жертвы. Но делаете ли вы это сейчас? Ответ на этот вопрос можете, на мой взгляд, дать только вы. Да, вам можно помочь. Вам можно помочь. Вам можно, ну, ну, вам можно помочь с решением этой задачи. Вот. На мой взгляд, это, ну, не особенно сложно, хотя и каких-то усилий в так или иначе, ну, предполагать. Вам нужно... Терапия вам нужна психотерапия, вам нужна помощь. Вот. И, соответственно, определите для себя, пожалуйста, этот аспект. Аспект того, хотите ли вы что-то в себе меня. Потому что текущий вопрос по поводу... А, ну, по поводу налаживания отношений в семье. А, звучит, ну, максимально... Поверхностно, что ли? Вот. Звучит максимально... Максимально робко. Я бы вот... Я бы так сказал. А помочь вам можно. Но, на мой взгляд... Ам... Только если вы... Сами этого хотите. Вот. Пока что у меня есть... Определённые на это всё сомнения. Потому что вы боитесь. Вот. И важно понимать... Ещё... Обязательно... Ам... Такой нюанс... Что... Никто не говорит вам... Эээ... Как-то... Сразу... Сразу... Эээ... Портить... Отношения... Эээ... Ну, с вашими близкими. Вот. Нет. Эээ... Об этом никто не говорит. Эээ... Ваша... Задача заключается в том, чтобы учиться опираться на себя. Вот. Эээ... В первую очередь... Опираться именно на себя. Вот. Эээ... Когда? И если... Вы будете на себя опираться? вот, то вам будет легче гораздо выстраивать взаимодействия с людьми, ну с людьми, которые вот вокруг вас. Да, не всегда эти взаимодействия будут какими-то, скажем так, ну максимально позитивными, да, вот, не всегда это взаимодействие будет приятным. К сожалению, к сожалению, не всегда, но если на первом месте у вас будете вы сами, это уже будет хороший момент и уже будет хороший признак, вот. При этом, как бы, ну, ни с кем в общем и целом, да, не ссорясь, да, ни с кем не споря и так далее. То есть, этого делать, в принципе, не нужно совершенно. Вот. И никто вас к этому не призывает. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать на с тобой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.